Девочки, всем огромный привет! И сегодня очень интересный вопрос, которым задаются многие девочки, бабушки, пани, барышни. Буду ли я женой богатого человека? Для кого-то богатый человек – это миллионер, для кого-то миллиардер, а для кого-то богатый, может быть, не обязательно в плане денег, с богатым внутренним миром, содержательный, очень эрудирован, у кого много друзей, много связей, много каких-то возможностей. Но в любом случае человек наполненный. Давайте посмотрим. И сразу скажу, что это гадание общее. Естественно, если вы хотите индивидуальный расклад, вы всегда можете обратиться ко мне на WhatsApp, на Viber и на Telegram, или же написать на почту, либо в Skype. Ну и начинаем мы прямо сейчас. Всего будет 5 вариантов. И мы сейчас их выберем. Каждый из вас может загадать число. Вы можете, например, посмотреть какой-то номер на себя, а какой-то другой номер, например, на свою дочь, или на свою сестру, или на свою подругу. Ну, на кого-то, на кого вам интересно посмотреть. Помогать мне будет моя колода, Элизиум снов и теней. Вот такая коробочка. Я думаю, многие ее знают, многие ее любят. У меня авторский тираж. И мы начинаем прямо сейчас. Всего будет 5 вариантов. Будете ли вы женой богатого мужчины? Богатого, зажиточного, обеспеченного. Миллионер, миллиардер. Мы не будем вот на этом моменте уточнять, потому что у каждого мера богатства своя, да? Ну, в целом, богатого, не бедного, не какого-то там рядового, заурядного человека, а именно обеспеченного. Итак, давайте смотреть вместе. Номер 1. Номер 1. Номер 2. Номер 1. Номер 2. Номер 3. Номер 4. И номер 5. Собственно, давайте смотреть вместе. Вы видите номера. Сосредоточьте и задумайте. Можете один вариант выбрать. Если хотите два, вот бывает такое, то подумайте, вот на какой вариант первый вам пришел в голову. Вот его и рассматривать будем. Итак, девочки, номер 1. Давайте посмотрим. У нас здесь выпала карта флирт. Смотрите, какая карта. Ну, по ней я бы сказала, что, возможно, у вас ухажер попадется обеспеченный. Но это не женой, а это скорее вот общение, переписка, может быть, флирт, да. Но вот именно серьезных отношений с богатым мужчиной я по этой карте не вижу. А флирт, заигрывание, какое-то шапочное знакомство вполне может быть. Да? Вот так вот. Теперь давайте посмотрим для тех, кто загадал номер 2. Номер 2. Семерка бубновая. Действительно, мужчина очень ресурсный, очень обеспеченный, может процветать, и все дела, все, чем он занимается, будет процветать, плодоносить, давать свои плоды, развиваться и вырастать во что-то большее. Вот. Естественно, это человек достаточно обеспеченный, но может быть закостенелым в своих взглядах, может быть в чем-то очень консервативным, может вас вот очень прогибать под себя, да. Но, действительно, номер 2, действительно, мужчина достаточно обеспеченный. И жить с обеспеченным мужчиной, это тоже удовольствие особое, да, в кавычках. То есть, многое нужно фильтровать, на многое нужно закрывать глаза, и некоторые вещи вообще могут не доставлять удовольствия. Но, в целом, у номера 2 достаточно большой шанс именно вот такого мужчину встретить, найти и жить с ним достаточно продолжительное время. Хотя, по этой карте и работы у вас может быть домашней много, и какой-то сад и огород может быть, либо сфера связанная с деревом, с цветами, либо любая сфера связанная в целом с выращиванием, да. Вот бизнес, который разрастается, потом новые какие-то ветви отделяются, семейные дела всевозможные. Но, в целом, достаточно обеспеченный вариант. Теперь посмотрим номер 3, девочки. Номер 3. Выпала карта Отшельник. Вот этот мужчина, он может быть достаточно обеспеченным, богатым, но такое ощущение, что он деньгами своими пользоваться не будет. То есть, они у него есть, но он предпочитает их, например, держать на счету в банке, вот так, чтобы вы жили с ним на широкую ногу, получали удовольствие от всего, от ресторанов, от красивых брендовых вещей. Нет, он этого не будет вам предоставлять. Он считает это ненужным. Он считает кусок мыла и, я не знаю, лезвие-жилет, лучшие друзья, никаких походов в салоны, ничего. То есть, аскетичный минимум затрат. Да, он может быть с деньгами, но на вас он вообще их тратить не будет. И такое ощущение, что вот именно совместной жизни, при том, что человек с большой материальной базой, он вам не даст возможность жить вместе с ним. Он все равно любит жить один. Вот такой вот загадочный, очень умный, очень начитанный, но к себе он близко не подпустит. Вот такой номер 3. Давайте посмотрим номер 4. 4. Вот такая вот карта выпала. Я могу сказать, что вот этот мужчина, он может быть очень богатый, очень обеспеченный, но такое ощущение, что какие-то деньги, вот которым вы реально можете попользоваться, либо он как давец унаследует от своей предыдущей жены, либо вы уже получите что-то от него после его физического ухода из жизни. То есть после его смерти. Вот таким вот образом. И, конечно, человек очень сложный здесь. Я не могу сказать, что он очень долгую жизнь проживет, но он обладает каким-то даже вот даром ясновидения. То есть если он что-то вот каркает, что-то говорит, это обязательно сбывается. И вот ощущение, что деньги-то есть, но воспользоваться только после его ухода из вашей жизни. Вот вы сможете. Вот так вот. Следующий, пятый вот у нас мужчина. Вот такой вот шестерка червовая. Мужчина-аристократ. Мужчина, напоминающий кого-то вот из юности, из прошлого. Хорошие манеры, благородное происхождение, воспитанный, приятный, ребячливый. Может на какие-то детские радости тратить деньги, сорить деньгами. Он может. Не могу сказать, что особо он будет в вас осыпать деньгами, но это мужчина тоже достаточно плодородный в плане денег. Как большой ребенок может себя вести. Может работать в ресторанном бизнесе. Все, что связано с общепитом, с продуктами, со сферой обслуживания. Это и отельный бизнес может, например, быть. И вот знаете, вот какое ощущение, что это такой мужчина, который дарит, например, не норковые шубы, а эмоции. Вот именно эмоции, о которых вы будете вспоминать. Ну, например, может вам организовать какую-нибудь поездку, полет на воздушном шаре. Или может быть что-то вот такое, то, что запомнится вам надолго. То, что заставит вас вот просто вот ваше сердце биться чаще. И это невозможно показать. Да, это не шуба, это не кортье-браслет, допустим. Но это будут блестящие счастливые глаза об эмоциях. Причем не обязательно это может быть полет на воздушном шаре. Это может быть просто букет ромашек, которые вот неожиданно. Вот мужчина под номером пять умеет удивлять. Конечно, я не уверена, что он прям накопит-накопит. Он много любит испускать. Но при этом такой человек не такой жадина и жмот. И этот человек привык к комфорту, вкусной еде, к каким-то вот удовольствиям. Очень сексуально активный мужчина. Ну, практически кролик. Такой кроль. И его, конечно, нужно уметь и обслужить. Вот в хорошем смысле этого слова. То есть не так, чтобы вы сели, развалились на кресле, и он перед вами скачет. Первое время, конечно, он может и возле вас покрутиться. Но потом вам придется его удерживать. Потому что вот он очень может на свои эмоции подсаживать вас. На эмоции привязанности, на эмоции вкусной еды, вкусных каких-то удовольствий. Очень много любит ностальгировать. И получается так, что этот мужчина вам запомнится надолго. Очень плодовит и плодородный. Возможно, множество детей вы с ним. И либо придется иметь, либо вот так получится с ним. И, конечно же, достаточно обеспеченный. Хотя он и не такой вот жадина, как вот, например, вариант номер 3. Вот такое у нас сегодня получилось онлайн-гадание. Сразу скажу, девочки, если вам не выпал обеспеченный мужчина, это не означает, что мы больше не будем делать таких раскладов. Это не означает, что вы всю жизнь будете прозябать. Потому что можно еще посмотреть, откуда к вам придут деньги, из каких источников, из чего. Я такой расклад тоже хочу сделать. Подписывайтесь на канал. Советуйте его своим подругам. Пишите, какие темы вам интересны для онлайн-гадания. И нравится ли вам эта колода для онлайн-гаданий, либо вы хотите какую-то другую, какую-то, может быть, более классическую. Мне почему-то захотелось именно на этой колоде сделать этот сеанс сегодняшний. На этом я сегодняшнее видео завершаю. С вами была я, ваша Литка-гадалка, канал Ироничная Таро. Подписывайтесь, делитесь видео, записывайтесь на личные консультации. И просто знайте, что самое главное богатство – это наше время. И это наши положительные эмоции, которые мы получаем, когда смотрим что-то интересное, когда читаем интересную книгу, когда общаемся с приятным человеком. Не забывайте об этом. Всем хорошего дня. И главное – верьте в себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok